Всегда любил снимать пейзажи, много фотографировал в поездках, но съемка была только частью путешествия, а не целью. Все изменилось в последние четыре года. В какой-то момент решил, что надо целенаправленно ездить по местам интересным с точки зрения природы, пейзажа, и снимать в определенное время, на закатах, на рассветах. Полагаюсь, на гида, с которым провожу поездку, он показывает самые лучшие локации, потому что с точки зрения восхода, заката, нужно понимать, где встает солнце, где, соответственно, садится солнце, как лучше освещена та или иная местность. Поэтому, по сути, есть уже готовые локации, на которые мы приезжаем и выбираем ракурс. Многие из работ, представленных на выставке, сняты с квадрокоптера. Это значит, что увидеть такой пейзаж своими глазами, не поднимаясь над землей на воздушном шаре или самолете, просто невозможно. Чтобы сделать удачное фото, приходится несколько раз менять ракурс, искать лучшую точку, с которой открывается красота места. Далеко не все виды, самые удачные, можно получить, стоя на земле, со штатива. Это либо приходится забираться на высокую точку, какой-нибудь холм, какая-нибудь гора, которых не всегда есть. А вот квадрокоптер – это всегда под рукой техникой, которая может подняться на любую нужную высоту. Стоит подольше задержаться у работ Андрея Кондратьева и мысленно можно очутиться где-то на краю света. Посетителей выставки «Планета Земля. Путешествуй и удивляйся» ждут камчатские вулканы, встречающие рассветы в розовых облаках. Закованный льдом Байкал и припорошенные снегом утесы, которые напоминают не то мамонтов, не то носорогов. Алтайские разноцветные горы. Возможно, кого-то эти фото вдохновят на реальное путешествие. Потянет ли вас от видов Камчатки и Алтая в дальние края? Предлагаем проверить, посетив выставку. Субтитры создавал DimaTorzok